В следующие дни Вася ходил к новым друзьям в часовню, удостоверившись вначале, что взрослые члены дурного общества – тыбурцы и другие – слоняются по городу или пьянствуют в кабаках. Валику и Маруси он носил яблоки. Четырёхлетняя Марусь, ровесница Васиной сестры Сони, была, в отличие от неё, слабенькой и бледной девочкой. Маруся ходила, шатаясь, как былинка, никогда не бегала и редко смеялась. – Отчего она такая? – украдкой спросил Вася у Валика. – Тыбурцы и говорит, что серый камень высосал из неё жизнь, – пояснил Валик. Из серого камня были сделаны стены часовни, под которой жили Валик с сестрой. Для Васи этот камень стал теперь страшным, неумолимым существом, ужаснее призраков старого замка. Его дружба с Валиком и Марусей крепла. Они очень уважали тыбурцы, хотя не знали точно, отец ли он им. Вася пожаловался новым приятелям, что не чувствует любви собственного отца к себе. Но Валик возразил. – Тыбурцы и говорит, что твой отец – судья, лучший человек в городе. Он заступается за бедняков и даже засудил одного графа, хотя сделать это – не шутка. Даже Туркевич никогда не устраивал скандалов под окнами вашего дома. Вася вспомнил, как граф после суда ругался с отцом и кричал «Я вас всех могу купить и продать». А отец ответил ему «Пойдите от меня вон». Слова Валика задели в Васи струну сыновней гордости, но он горько жалел, что отец никогда не любил его так, как тыбурцы своих детей.